Уважаемые зрители, вы любите деревню? Да? Так, как люблю её я? Нет, я действительно, я люблю, знаете, слушать народный юмор. И когда есть свободное время, я приезжаю в деревню, где я лето проводил на каникулах у бабушки, это Воронежская область, как-то приехал, спрашиваю одну женщину, «Тёть Валь, скажи, как урожай картошки?» Она говорит, «Да ничего, без убытку». «Это как?» «Двенадцать ведер посадил, двенадцать выкопал». Я спрашиваю, что столько же картоха выкопал, сколько посадил. Она говорит, «Не, картоха гораздо более, объём тот же получился». Видишь, вон в мяшку ляжет картошка черри. Представляете, это юмор от земли, от природы. Захожу в другой двор, там бабуля черри от не черри отделяет прямо на огороде. Да, сортирует эту картошку. В такой асане йоги позавидуют её растяжки. Она, значит, стоит у неё, ноги на земле, голова, руки в борозде, вдвое сложилось, колени не согнуты. Я с восторгом восклицаю, «Какие же вы молодцы, вот что значит физический труд, экологически чистые продукты, живёте долго, прекрасное здоровье». Она так выныривает из борозды, говорит, «Слав, здоровье она, конечно, уже куды зря, а живём так, назло пенсионному фонду». Я говорю, просто я восхищаюсь вашей растяжкой, вы так вот вдвое сложенной стоите и не устаете. Она говорит, «Сыну маму ещё ловчее, он на пузе ляжет, как на подушке». Глянула подальше, действительно, сын тоже, знаете, так вот сложился, но не до конца, потому что живот мешает, а колени тоже не согнуты, и так спокойно, действительно, как вот лежит на этом животе. Всё. А бабуля мучает вопрос, «Ты мне скажи лучше», она меня спрашивает, и называет имя популярнейшего телеведущего. «Он был тут, а?» Сын встревает, говорит, «Мать, чего ты буробишь, зачем он суды? Замкнися, не с тобой разговариваю с человеком». «Этот ведущий был у меня». Я говорю, что же он делал, знаменитый телеведущий, отраву продавал от коворадского жука. Я сперва ему не поверил, отрава какая-то странная, а он говорит, «Бабулечки, миленькие, неужели я вас буду оманывать? Мне же стромота потом будет на весь телевизор». Я говорю, так, и чем же дело кончилось? Сын опять берёт слово, говорит, «Да мошенник оказался». Как две капли воды, похожей на этого ведущего. А я ещё сыпанул отраву-то в ведрушку, ну, ведро с водой. Она в реакцию не вступая. Странно думаю, рискнул он тут порошок, покушал. Левая. Представляете, какие герои в деревне, они прежде чем жуку давать, сами пробуют. Просто гениально. Вот, а бабуля, это вот ей 90 лет, она такая прыгучая, худенькая. А есть наоборот бабуля такая солидная, она передвигается медленно. А муж у неё живчик, раза в три меньше её такой. Вот, но он всю жизнь водителем работал, у него грузовичок такой. И они ездят вместе за дровами в лес. И как она говорит, «Суседку берём на подмогу». Бабуля говорит, «Мной-то делать нечего, я только руководить могу с кабинки». «Ну, во мне 150 кило, ну что ты хочешь?» Я говорю, «А зачем же ты ездишь-то сама тогда с ними? Пусть он с соседкой и пилит». Она говорит, «Как зачем?» «Деда караулю». Я говорю, «А кабеля зачем ещё с собой берёте?» «Кабель мне караулить». Дед услышал, говорит, «Да, а то не дай бог в лесу кто-нибудь энту мою красоту сопрёть и на себе попрёть». Да, 150 килограмм, да. А другие бабушки с дедушкой, они, наоборот, живут прямо на опушке леса, прямо на опушке леса живут. И у них много-много кошечек разных, разных мастей, расцветок. Вот. И такая кошка проходит, он говорит, «О, гляди, кошка трёхцветная, крыс должна ловить». Я говорю, «А чем же они тут у вас питаются-то? Чем вы их кормите?» Он говорит, «Да мы что, бешеные, что ли, кошек кормить в лесу?» «Не охай мышей ловить». Бабуля включилась, говорит, «Энта в городе они там балованные, там кашиный корм дороже, чем людячий». Показывали по телевизору, и целуются они с этими котами, хозяева, и пляшут по ним энте коты. Тьфу! Но сказывали, какие чистые коты, да, какие простерилизованные. Да, видите, у них своя логика. Вот. И дальше меня бабуля тоже решила спросить о наболевшем. «Ты мне скажи, ты ещё не жанился?» Она просто в курсе, что я несколько лет назад развёлся, а новую семью ещё не смог создать. Я говорю, «Да как это что-то не получается?» «Отдохни». Я говорю, «Бабуль, да сколько ж можно отдыхать?» «Да не спяши тебе, говорю, не спяши, поживи для себе». Я говорю, «Ну, хочется как-то уже, чтобы подруга жизни была рядом». «Нафига она тебе нужна? Деньги твои считать и голову морочить. Тебе сколько годов?» Я говорю, «Пятьдесят один. Поживи один годов до семидесяти». Я говорю, «Так, а потом что?» «А потом возьмёшь себе какую-нибудь, чтобы тебе дохаживало». Я говорю, «Не-не-не, не надо мне такой перспективы, я как-то сам, я говорю, я веду здоровый образ жизни». «Да мы видим, как ты в семейных трусах по селу ходишь». Ну, просто я люблю обливаться холодной водой, когда уже все ходят в телогрейках, понимаете, а я в шортах хожу. Ну, они в цветочек, они считают, что это, видите, не шорты, ну, не понимают ничего. Вот, и как-то один старичок тоже слышу своей старушке, кричит, «Сейчас я его пропясочу». А я как раз с речки иду, он меня догоняет, говорит, «Ты чего творишь? Нельзя так по селу. Ты лябой сбесился». Я говорю, «Дядь Петь, да я хочу быть ближе к природе, понимаешь, так, чтобы вот энергия шла из природы ко мне». «А вот это молодец, вот это молодец. А ты, скажете, мясу не ешь». Я говорю, «Да я уже 33 года вегетарианец. Нельзя мясу не есть». Я говорю, «Да понимаешь, дядя Петь, ну, я хочу быть добрее, не хочу убивать животных». «А вот это молодец, вот это молодец. Но выпивать ты чего не выпиваешь?» Я говорю, «Да там же сплошная химия, а я тебе с войскову поднясуток нагнал. Зайдешь ко мне?» Я говорю, «Нет, дядя Петь, я, не дай бог, раздурачусь, начну буянить, поэтому пить не буду». «А вот это молодец». Вот это молодец, мы с ним дружески распрощались. Слышал он своей бабульки и говорит, «Ты глянь, а, хотел я его пропясочить, а он всюду молодец». Они такие открытые люди, они своих эмоций вообще не сдерживают. Даже может, знаете, одна эмоция резко поменяться на другую, диаметрально противоположную. Дело было зимой, приезжая в деревню, страшный гололед, все сидят по домам. Самая древняя старушка выползла и чешет по этому льду, только клюкой отталкивается. Я говорю, «Бабушка, ты куда разогналась? Не дай бог упадешь, ведь такой гололед сидела бы дома». Она мне говорит, «Не волнуйся, лапуня, всю жизнь хожу и ничего, толк в хать сидеть, надо развиваться». Брыка лежит на спине, я к ней кидаюсь, наклоняюсь над нею, а она мне прямо в лицо говорит, «От, подлюка, нарек!». Заметьте, только что был лапуня, и как резко поменялась эмоция. Вот такие вот добрые и открытые люди. И мы тоже давайте будем с вами такими же. Любите деревню, как люблю ее я!